Ножевики Ножевики это используют. Они специально бьют, вы ставите блок, и они вам, видите, обратным вкладом в крючки. Вот то, что мы кочерыжку делаем, так же делается все ножом, прихватываем. Так же и душить можно. Бывает, специально показывают удар, и если человек ставит классический блок, они вам как раз эти руки режут. Или же как раз то, что прихватывают, как я вам прошу показать, но они не прихватывают, они, может, этого не знают. Традиционный, когда обратным хватом. Потому что в Яваре там два кончика, помните, у меня, может, отсюда торчат, или отсюда. У нас есть приемы, помните, которые мы ставим блок, если локоть надо сразу опустить, переводим плоскость лезвия. Как бы вас не хотели порезать, он никогда не порежет. Ну, шкурку, может, берет. Какой бы нож острый ни был. Если правильно сразу опускать локоть. Ну, к чему я всегда говорю, локти надо всегда... Если же человек не опускает локоть, вы ему руку прижимаете к себе, и получается, что у нас? Классический косой рычаг. Просто сейчас попробуйте, вспомните, что только косой рычаг, это ребро ладони на центр. В любой плоскости. Ребро ладони на центр противника. И бум, блокировали, все. Он вас хватает. Если он локоть не опустил, я его прижимаю, я и начинаю уже болячку делать и лезть. Если же он опустил, я уже не усиливаю, потому что он, как рычагом, начинает на меня работать. То есть, оружие где-то дает мне плюс, а где-то, если я неправильно делаю, дает минус. Сам бы делалось, ближе к ножу, локоть опускается, да? Оп, перевод на плоскость. Бойки-жисты там боялись. Вот этих вот косых, они жили. Как бы это их, приемникер, санкер. И они поэтому делали по-другому. Они блокировали локоть, а второй рукой уже подбирали руку. Локоть, а потом работали на оружие. Локоть, а потом работали на оружие. Сам бы, наоборот, к оружию ближе и на плоскость работал. Ну, гручил бы с помощью рычага. Потому что армейские, там же штык-нож, там, большие ножи там. Вот. Это тоже, как учитывать надо, потому что если маленький нож, не работает на плоскость. Длинный нож, можно работать на плоскость очень хорошо. Один бьет, другой поставил, локоть опустил. Понятно, в чем суть, да? И потом он переглаз другую руку, вот и выкручивает. Ну, наши традиционные. Или он не успел, я прижал, я его начинаю. Так же и освобождение от захвата. Видите, он сам на косой выходит. То есть, ну, тут мы перекидывали, тут получается рычаг. Здесь косой, видите, где ребро. Ребро получается. И все получится. Будет вот такая пуск, вот так делаем. Будет вот такая пуск, вот так делаем. Хотя можно и наоборот. Вот так делать, вот так, вот так. Понимаете? Подвижность кисти. Попробуйте. Расстояние обхода. Чтобы противнику дольше было находить ваш блок. И поэтому перпендикулярно локоть опустил. Видите? Вот он мне пошел. Локоть сразу по себе. Если я сразу буду ставить, видите, что получается? Мне вон плечо и блок скольжения. Сам бы категорически запрещалось косые блоки ставить. Сам бы всегда говорилось. Нельзя косой. Скольжение. Воткнули мне. По моей руке же пошло, меня воткнулось. Поэтому жестко. И блоки были. Смотрите, это удар поленом. То есть, я не только, я не ставлю и жду. Потому что нажимки как раз так и работает. Он показал. Я руку выздавил. Он мне пошел ломать, ну, этим ножом, мою руку. Поэтому нельзя давать. Он бьет. Ну, ножом. И я бью. Так сильно. И когда вот эта встряска происходит. Я в этот момент не опускаю локоть. Видите, где вот переходит? Момент, блин, удар встречный. Блок сопровождения дать. Сначала блок. Потом не сопровождение. Сопровождение мы сразу сопровождаем. А тут меня бум. Туда удар. Обратно локоть. Туда вот, то есть, это удар. Нету просто блоков. Любой блок – это удар предплечен. Удар локтем. Если делать косой, то надо… Вот. Это вайкинжи служат так. Они вот две руки кидают. И вайкину так же. Входят. Одна рука бьет. Одного скажет. Но он уходит. А и собаки обязательно. А вот проскочил он, проскочил. Мне уже не страшно. Уже нет лезвия. Или опора пошла. Тон. Поехали на следующий раз. Поехали на следующий раз. Такой анализ. Подошел я. Так айди. Подошел. 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 Дальше подошел. Дальше подошел. Есть, скинулся на руку на моталку, скинул тапочки на руку и пошел посеком посеком. Потому что дела с некуда, надо так и делать, потому что если нечего, сняли бы деньги на руку. Потому что нож это страшный очень.